Юридических тонкостей в дачных вопросах очень много. Разобраться хотя бы в части из них сейчас нам поможет юрист Союза Садоводов России из Москвы Динара Хакимова. Добрый вечер. Скажите, платежи должны осуществляться на расчетный счет СНТ по закону, но если председатель или бухгалтер его собственникам не дают и копится долг, к примеру, за электричество, имеет ли право председатель выписать штраф или предписание об отключении или отключить электроэнергию? Кто вообще в такой ситуации виноват в том, что формируются долги у собственника? Если вам не дают расчетный счет, вы, конечно же, должны сразу написать заявление о предоставлении вам такой информации. Установить срок для предоставления такой информации. Общий принятый срок, конечно, 30 дней, но вы можете указать и 10 дней, и 2 недели. Ведь для предоставления такой информации не требуется много времени для подготовки. В случае, если правление СНТ, председатель, не предоставляет вам расчетный счет для того, чтобы вы могли надлежащим образом оплачивать электричество или иные взносы платежей, я рекомендую обращаться в надзорную органу прокуратуры. Потому что это напрямую ограничение ваших прав, и тем самым люди злоупотребляют правом и вводят вас в не очень хорошее положение. В нашем регионе, Москва и область, любое отключение, ограничение электричества является незаконным. Есть огромное количество судебных решений, в которых прописано, что если граждане оплачивают электроэнергию, то отключать или ограничивать никто не имеет права. А если правлением товарищества или собственниками на общем собрании было принято решение осуществлять все взносы на личную карту председателя, есть тому какое-то объяснение, либо так удобнее, либо расчетный счет заблокирован. В таком случае это законно, и чек об онлайн-переводе имеет юридическую силу в качестве доказательства о совершенном платеже. Как юрист, имеющий богатую именно судебную практику, ситуация может возникнуть следующая, из негативных последствий. Если вы оплачиваете наличными денежными средствами, и в вашей членской книжке делается соответствующая отметка уполномоченным лицом, председателем, соответственно, или если это бухгалтер, то бухгалтером, который каким-то образом тоже должен быть оформлен, тогда у вас имеется подтверждение того, что вы оплачивали свои денежные средства непосредственно в СНТ. Если же вы перечисляли денежные средства на карту, у вас сохраняется только электронный чек, то если вдруг потом произойдет смена председателя, и новое правление в лице председателя пойдет в суд в взыскании с вас денежных средств, то остается гипотетический риск того, что суд может посчитать, что вы ненадлежащим образом исполняли обязанности по оплате взносов, так как оплачивали их непосредственно лично физическому лицу, а не в СНТ. Спасибо на связи со студией из Москвы. Была юрист Союза садоводов России Динара Хакимова. Продолжение следует...